24 января 48-летний Дмитрий Маликов и его 55-летняя супруга Елена стали родителями второго совместного ребенка, в этот раз мальчика. Родился он в клинике суррогатного материнства Санкт-Петербурга. На свет его произвела женщина, имя которой согласно контракту не разглашается. Пара вместе уже 25 лет. У Елены есть одна взрослая дочь от первого брака и еще одна общая с Маликовым Стефани, гордость и надежда певца. В прошлом году ей исполнилось 17, поступила в МГИМО. Маликовы не захотели быть одинокими. Сами они в силу возраста родить еще одного ребенка уже не могли или не пожелали рисковать и поэтому обратились за помощью к медикам. В адрес Маликовых посыпались не только поздравления, но и упреки. За то, что они в предпенсионном возрасте решили заводить ребенка, ведь его нужно еще и вырастить и не оставить сиротой. Ну и на них Елена нашла, что ответить. Хочу сказать всем спасибо за теплые слова и поздравления, и даже спасибо за злостные комменты. Ваш яд и жало, выпущенные в мой адрес, тренируют мою душу. Не хотелось бы вступать в полемику, но те, кто считает нужным комментировать нашу личную жизнь, должны услышать мою точку зрения. Можно по-разному относиться к жизни и к возрасту, раздражаться на молодых, красивых, богатых, бояться старости и завтрашнего дня, с ужасом думать о смерти. Но есть и другой путь. Просто быть счастливым каждый день, любить тех, кто рядом, заботиться о них, не сидеть на месте, а действовать, не раскисать, развиваться и, наконец, не заглядывать в свой паспорт. Ничего там нового и интересного нет. И последнее. Благодаря рождению нашего сына на одну любовь на этой земле стало больше. Я желаю счастья вам! Расскажите, какое отношение у вас к практике суррогатного мастеринства? Пишите свои варианты в комментарии. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, там все самые свежие новости шоу-бизнеса. Не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.